я приветствую вас на своем канале живопись лентами с татьяной ковалевой сегодня мы с вами вышли вот такой замечательный весенний цветочек прострел или он же называется сон трава у меня вот тут уже есть схема мы будем вышивать с вами вот такой небольшой букетик верхний цветочек у нас будет смотреть вверх эти остальные цветочки практически на нас вот этот немножко будет смотреть вниз и вот здесь еще цветок нарисуем цветы прострела бывают разные по цвету белые сиреневые более синий розовый красный в общем-то палитра большая я предлагаю вам тоже тут несколько несколько разных по цвету расстрелов ленты я буду использовать мажористик 13 миллиметров 13 миллиметров зеленые ленты у меня 7 миллиметров узенькие 2 миллиметра если вы вышиваете атласом то вы берете на соответственно 12 и 3 миллиметра ну давайте вышивать лента у меня сиреневая цветочек наш смотрит вот так вот будем будем вышивать вот такой цветочек вот этот миска мы будем вышивать вот так вот обратный ленточный стежок тут же рядом я выложу свою иголочку не буду делать больших переходов и вот сюда же откуда вышел мой первый стежок сюда же и возвращаюсь а вообще у прострела 6 лепестков это если цветок смотреть на нас это если цветок смотреть на нас но бокового цветочка видно не все лепестки Вот здесь еще можно один лепесток сделать. Играет музыка. У расстрела вот здесь вот интересные такие листочки возле цветочка. Ну это наверное чашелистики вот такие интересные. Они не сразу из-под цветочка идут, а на каком-то расстоянии и вот так окремляют цветок. Но сначала я показываю стебелек. Лента у меня 7 мм. Можно сделать из ленты 13 мм, из ленты 7 мм. И вот сюда я ввожу свою иголочку. На стебелек немножко изогнутый наставим. И теперь мы можем сделать вот эти с вами чашелистики. Для этого нам понадобится лента 2 мм. Если у вас лента 3 мм, то ее надо хорошо подкрутить, чтобы она стала уже. И где-то вот так вот, на сантиметр я опускаюсь в стебельку. И прямо вот из этого стебелька я буду выводить эти чашелистики. Ленточка у меня тоненькая. Я могу ее подкрутить, могу ее не подкрутить. Вот я немножко ее подкручу. Они могут касаться самого цветочка. В общем, они окаймляют вот этот вот цветочек как какую-то драгоценность. Вот этими вот чашелистиками. Поэтому где-то можно зайти на цветочек. Только не затягивать сам стежок. И вот так, прям по стебельку, вокруг стебелька я располагаю свои вот эти листочки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь сделаем вот этот вот цветочек. И я его сделаю, девочки, вот таким. Вот такой розовой ленточкой. У меня будут где-то два цвета. Вот смотрите. Более светлая, более темная ленточка. Я беру более светлую ленточку сейчас. И вот начинаю раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я начинаю, давайте, вот с этого лепесточка. Этот цветок смотрит на нас прямо. Для серединки мы оставляем вот тут место. И на это место мы не заходим. Вот до этого очерченного круга я довожу свой стежок. Можно лепестки вышивать простым ленточным стежком. То есть вот так. Вот мы немного прикрыли стебелек предыдущего цветка. Можно вот так вышить, потому что листочки остренькие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И нам тут тоже нужно вышить с вами эти чашелистики. Которые будут видны кое-где. Вот так вот из-под цветочка. Этот цветочек он смотрит на нас. И вот эти чашелистики будут вот так вот. вокруг цветочка тоже можно было вышить до того как мы делали цветок но в принципе вот он мешает сделать их для того чтобы сделать серединку нашего цветочка я взяла ленту 4 миллиметра лента 4 миллиметра и взяла отрезочек 10 сантиметров 10 сантиметров и теперь мне надо ее сметать вот эту полосочку ленты просто на ниточку в цвет такую же бледно-желтую я взяла ниточку мулины в одно сложение и просто вот так вот сметываю и вот я за концы сшиваю получаю вот такой вот кружок вот что у меня получается вот такая серединочка эту серединочку я пришиваю в центр цветочка почему-то эта часть у меня видео не записалась поэтому вот я отдельно показываю как я это сделала из ленточки 4 миллиметра мы сделали с вами вот эту серединку но это еще не не готовая серединка я взяла ниточку мулины желтенькую в одно сложение но тоже нитку что собирала вот эту вот серединочку и хочу сделать еще я тут дополнение эти французских узелочков а и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот такой цветок У этого цветка будут обязательно Чешелистики Будет видно Давайте сначала сделаем стебелек, а потом от стебелька будем делать щелек. И вот сюда в основании нашего вышедшего цветочка. Можно прихватить его ниточкой, но я пока не буду, потом я вышлю там листики и он получится. Мы сейчас будем вышивать эти листочки, придержим его. Вот так, прям сюда я буду выводить, этим самым не прихвачу этот стебелек. Нужно вот сюда ввести, вот прям в лепесток и спрятать его туда под лепестком, чтобы не было видно, как он выходит. Обязательно надо сразу все поднять, чтобы объем остался. Вот так вот. здесь самое главное девочки не затянуть и очень аккуратно вот это все выполнить такими легкими воздушными стежками вот я объем потерялся но я сразу же поднимаю возвращаем все теперь можно вышить тут французские узелки и сделать вы точно такую же середину теперь мы вышьем листочек два листочка вот один и второй листочек лента у меня 1 миллиметр можно взять 2 миллиметра листики как я уже сказал очень тонкие рассеченные поэтому вышивать хорошо тонкой ленточкой генетическую,2-3-3-3,5-8,5-108,8-8,9-3,5,1-2,4,5,5,5,6,0-5,5,5,5,5,6,6,7,0. 0,5,5,7,0. 0,5,7,0. 0,5,7,0. 0,5,7,0. 0,4,0. 0,7,0. 0,5,7,0. 0,5,0. 0,6,0. Ну вот, этот листик готов у нас. Я сразу сделаю, сделаю крышечку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы теперь вышли вот этот цветочек. Этот цветочек у нас будет синий. Тоже вот такой линточкой мы будем его вышивать. И, ну, пусть он смотрит на нас тоже. И еще я хотела, девочки, просто добавить в этот букетик тролинок. И, ну, пусть он смотрит на нас. И, ну, пусть он смотрит на нас. И, ну, пусть он смотрит на нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь вы знаете этот цветочек. Теперь вы умеете его вышивать. Вышивайте, присылайте мне свои букетики. Очень интересно посмотреть. Так, а я заканчиваю свой игру. Спасибо, что посмотрели его до конца. Благодарю всех, кто заходит на мой канал, кто пишет комментарии, кто ставит лайки. Я очень благодарна вам и всем за то, что интересуетесь моими видео. Не бросайте меня. Все. Спасибо огромное. До новых встреч.